Что это саенция и как и почему она работает? Даже вода не исключение. Так что если вы постоянно сидите в видеоиграх, вреда от этого будет явно больше, чем пользы. Кстати, у нас есть видео о том, что будет, если вы перестанете выходить на улицу или будете все время сидеть. Ссылки в описании. Тем не менее, согласно многим исследованиям, видеоигры способствуют повышению когнитивных функций. В одном эксперименте участники играли в Super Mario 64 два месяца по полчаса в день. В итоге у испытуемых наблюдался прирост серого вещества в областях мозга, отвечающих за память, стратегическое мышление и мелкую моторику, в сравнении с контрольной группой. Видеоигры могут стать частью терапии некоторых психических расстройств, сопровождающихся сокращением этих отделов мозга. Экшн-игры повышают у некоторых людей внимание к деталям. Посмотрите на следующие слова и, по возможности, быстро назовите цвет, которым они написаны. Зеленый, синий, оранжевый. Окей, а теперь самостоятельно. Задача становится все сложнее, так как в голове возникает конфликт между словом и его цветом. Скорее всего, если вы будете играть в экшн-игры по 5-10 часов в неделю, то справитесь с такими заданиями быстрее. Все потому, что у вас будут более развиты области, отвечающие за внимание. Кроме того, видеоигры могут быть очень познавательными. Может, вы играете в них и не с этой целью, но есть большое количество игр, которые используются как учебное пособие для детей и взрослых. Они даже помогают детям с дислексией успешнее справляться с чтением. Небольшое исследование показало, что благодаря играм дислексики читали быстрее и допускали меньше ошибок, все по той же причине – повысилось внимание. Другие исследования отмечают улучшение зрения у игроков. Они не только лучше видят мелкие детали, например, маленький шрифт, но и легче различают оттенки серого. Опытные экшн-геймеры на 58% успешнее находили различия в контрастности цветов. Известно, что этот навык ухудшается с возрастом одним из первых. Пожилые игроки демонстрируют улучшение памяти и внимания. Более того, специально разработанные компьютерные головоломки оттягивают процесс старения мозга на 7 лет. Они держат его в тонусе, активнее задействуя когнитивные функции. Сможете уследить за движущимся объектом. Тогда смотрите на синий шарик. В какой-то момент он станет желтым, как и остальные. Затем я укажу на кружок, а вы скажете, был ли он изначально синим. Если ваш ответ «нет», значит, ваш мозг вполне здоров. Усложним задачу. Смотрите в центр экрана. Так легче следить за синими кружками. Был ли этот круг синим? Если ваш ответ «нет», вы правы. Еще разок, но с пятью кружками. Был ли этот круг синим? Так точно. В среднем человек может уследить за тремя-четырьмя объектами, тогда как геймер справляется с шестью-семью. Наконец, с развитием технологий меняется медицина. В ход идут камеры-зонды и инструменты с удаленным управлением. Операции начинают напоминать видеоигры. Врач смотрит на монитор и держит контроллер. Неудивительно, что молодые врачи с опытом в видеоиграх допускают меньше ошибок при проведении подобных операций. Конечно, эти навыки полезны только если их использовать, а не играть в видеоигры дни напролет. Наслаждайтесь видеоиграми с умом и не забывайте чередовать их с другими занятиями. Лишь так можно победить в игре под названием жизнь. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Верт Дайдер Верт Дайдер